Крыши текут, дома разваливаются, дороги разбиты. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Время собирать камни. Жители дома на Советской Армии десятилетиями страдают от разрухи в доме и потопов в подвале. Каму-сушину и будет слышно, как там бряк дюк. Когда я спускалась, я одевала сапоги, у меня сапоги были по колено. Поможет только люк. Люк Скайуокер. Жителям многоквартирного дома на Исакова отказывают в качественном ремонте канализационных люков и тепловых сетей. Вот здесь вот яма. Второй раз уже засыпали песочком. Вот они, да, засыпали. Ну, песок. Они вот когда неделю назад засыпали еще песок, я думаю, через неделю-две провалятся. Жилой дом на Советской Армии не касалась рука человека больше 50 лет. За это время он практически полностью пришел в негодность. Соколь разрушается, в подвале царит полная антисанитария, а подъезды как после бомбежки. А с недавнего времени в доме появились нежелательные гости-крысы. Но управляющая компания многочисленные проблемы на доме не замечает. Разбираемся, почему. Отмостка у нас не делается. Соответственно, здесь тоже ничего не делается. Все вываливается. У людей промерзают стены, в том числе и у меня. Я живу на первом этаже. Пришлось утеплять стену, потому что, ну, она промерзает. А надо как-то жить, выживать. Подует ветерок, и дом сложится, как карточный домик, уверены жильцы. Многоэтажка на Советской Армии держится на честном слове больше 50 лет. Ни капитального, ни даже косметического ремонта дом не видел. Трава 7 лет не косится. У них нет бензина всегда. У них нет работников и так далее и тому подобное. Полный подвал у нас воды. Нас просто атаковали тараканы, комары и в том числе мыши. Ну, вот здесь сейчас машина пройдет. Я там уши скину и будет слышно, как там брять дубки. Вода. Вода. То есть очень сильно много воды. Когда я спускалась, я одевала сапоги, у меня сапоги были по колено. Здесь гораздо глубже вода. Здесь, ну, примерно где-то выше колена, это точно. К чему приводит такая ситуация? Разрушение дома. Разрушение дома. Вот ничего нет. Все крошится, все падает. А крысы, вы сказали, тоже, да? Да, конечно. Ну, они вот, бывает, идешь в вечернее время, она прям выскакивает из подвала и под ногами пробегает. Страшно гулять с детьми. Оценить санитарное состояние подвального помещения не получилось. Управляющая компания столица закрыла доступ. А между тем, людей беспокоит не только вечная сырость в подвале и рассыпающийся цоколь, но и состояние подъездов. Заколачиваю, чтобы мы димой не заверзли. Все у нас, и доскочи, и всякое у нас. Там все окна подбиты, там окна нету, они все. Вот и в троне не вылетят. Вот труба у нас, она стремная идет в коридоре по потолку. И я им каждую неделю звоню. Они мне обещают, обещают, вот скоро все рухнет, и это все мокрое. И вот с тазиками, с ведрами я здесь живу. А у жителей пятого этажа ситуация почти фатальная. К ним зачастили дожди. Крыша многоэтажки больше похожа на решето, чем на благоустроенную кровлю, возмущаются люди. На пятом этаже парень живет, залазил, сам делал. Вода прям в дом капит. Они подставляли тазики, чашечки. Многострадальный дом обслуживает УК столица уже шесть лет. Жители неоднократно обращались в обслуживающую организацию с просьбой провести хоть какой-то ремонт на доме. В ответ отказ. Потому что у нас много должников, они на это еще ссылаются. А какой долг, не знаете? Каждый раз фигурирует разная сумма. То 100 тысяч, то 300 тысяч, то 4 миллиона и так далее и тому подобное. Суммы каждый день меняются. Специалисты управляющей компании в телефонном разговоре отметили, что в доме проживает много злостных неплательщиков. За текущее содержание дома накопился долг в полмиллиона рублей. За тепло и горячее водоснабжение порядка двух миллионов. Сумма ложится на плечи обслуживающей организации. Топление это жизнеобеспечивающая вещь. То есть мы его отключать не имеем права, даже если человек не платит. Я правильно понимаю, что вот эти средства за общие домовые нужды идут на погашение долга неплательщиков по воде, по теплу? Ну, на данный момент, так как счет арестован, да. Но там еще есть, мы можем выставлять только заработную плату сотрудников. Да, минимальный перечень работ мы какой-то можем производить. Но материалы мы закупать не имеем возможности. А это значит, что средств на латочный ремонт кровли и косметический ремонт подъездов в компании нет. Все деньги идут на погашение долгов неплательщиков. Ситуация может начать решаться. Но только в том случае, если жильцы, которые игнорируют квитанции, начнут платить по счетам. Огонь, воду и медные, точнее чугунные трубы прошли жители многоэтажки на Исакова. Уже на протяжении нескольких лет они добиваются ремонта канализационных люков на придомовой территории. Колодцы со стремительной скоростью уходят под землю. Но коммунальщики ограничиваются полумерами. Отсыпают проблемные участки песком. Видите, он провалился, то есть в канализационную, то есть сейчас здесь как идет сточная труба, я так понимаю. То есть, ну да, открывали мы когда, то есть она где-то вот так и идет. То есть, видите, то есть размыло, я так понимаю, он туда провалился. Соответственно, сейчас вот просто возьмите трубы, то есть просто вот так болтается. Не дай бог вот оборвет, ну что-то там сыграет, да. Да, то есть кипяток просто расклещет все окна здесь и все, тут давление просто неимоверное. Бетонная опора, которая держит трубы отопления, пала. Возле канализационных люков провалилась земля. Жители неоднократно обращались в свою управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию с просьбой восстановить имущество на придомовой территории. Их услышали, но в полуха. Вот здесь вот яма. Второй раз уже засыпали песочком. Вот они, да, засыпали. А, та самая. Ну песок, они вот когда неделю назад засыпали еще песок, я думаю, через неделю-две провалится. Несколько лет назад под трубами произошло масштабное обрушение. Тогда жильцы дома на Исаковой испугались знатно. Ну вот эта яма с 21-го года была. Яма очень большая, подопалубка. Начало от стены и вышла из-под стены вот эта яма. И, наверное, метра два длиной была. Закидали мешка 3-4 с камнями, с кирпичами. Потом дворник глины забивал, как мог, ногами. Ну и на следующий год та же самая яма. И вот сейчас эта яма подопалубкой тоже эта яма. И вот здесь тоже эта яма растет с каждым днем. Еще одна беда – вода в подвале. Во время проливных дождей она рекой затекает через ямы. В результате в подвальном помещении крысы и полная антисанитария, возмущаются люди. Жители неоднократно писали в Ленинскую администрацию. Там направляли в ДЭС, оттуда в ЖЭУ, а ЖЭУ вновь в районную администрацию. Вот так и ходят уже несколько лет по замкнутому кругу жильцы дома на Исакова. Да вот мы не знаем, куда-то отвечают. Границы ответственности мы не знаем точно где. Где-то пишут в интернете, что граница заканчивается в внешней стороне дома. Где-то, значит, пишутся, что вот именно о границе наших труп, границе люка вот этого. То есть не понятно, кто ничего ответственности не должен? Да, да. Непонятно. Ни до кого не достучаться. То есть друг на друга перепирается и все. То есть все инстанции открещиваются? Ну, конечно, да. То есть есть отписки, есть бумаги. То есть приходят, что вот с Ленинской администрацией, оттуда приходили бумаги. Единственное, вот с водоканала мы так и не дождались. То есть уже больше полутора месяца где-то прошло. То есть писали заявление, чтобы они что-то среагировали. Но пока ничего. Коммунальные эксперты советуют искать истинного владельца. Именно он обязан приводить объекты сетевого хозяйства в надлежащий вид и порядок. Миниципалитет обязан предпринять необходимые меры по изысканию, по поиску собственника. То есть процедура размещения в средствах массовой информации о выявленном имуществе для того, чтобы мог объявиться собственник. В случае, если такой собственник не объявляется, тогда данное имущество учитывается, обмеряется, ставится на определенного рода учет. И в любом случае для его содержания на тот период, пока может объявиться собственник, если не объявится для дальнейшего оформления в муниципальную собственность и передачу, в любом случае имуществу подыскивается эксплуатирующая организация, которая будет в это время нести за него ответственность. Если администрация города, комитет по архитектуре, куда тоже следует обращаться жильцам, не помогут с решением проблемы, то нужно прибегать к более тяжелой артиллерии. Коллективно писать жалобу в прокуратуру. Надзорные органы однозначно ускорят процесс поиска собственника. И люди больше не будут бояться очередных обрушений. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok